Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обеспечить подготовку по всем направлениям. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по подготовке региона к отопительному сезону. Рассказали о проблемах и получили ответы. Глава Самары Елена Лапушкина провела еженедельный прием граждан. Признать аварийным и переселить людей в безопасные квартиры. Прокуратура и власти Самарского района провели встречу с жителями. Летний суп для охлаждения в жаркую погоду. Как приготовить окрошку по-волжски. Муниципалитеты Самарской области официально готовы к отопительному сезону на 72%. Об этом стало известно на заседании штаба, который провел глава региона Вячеслав Федорищев. Губернатор поручил провести анализ, сколько ресурсов необходимы для обеспечения нормальной подачи тепла. И отметил, что самый низкий уровень подготовки сейчас в Тольятти. Там организуют выездные штабы и детально разберутся с вопросом. На заседании правительства обсудили централизацию государственных и муниципальных закупок. Вячеслав Федорищев поручил проработать возможность передачи полномочий определения поставщика, подрядчика и исполнителя от Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области к главному управлению организации торгов. Глава региона поручил в течение двух недель провести ревизию всех строительных объектов, изводимых по нацпроектам на федеральные деньги. И еще один важный вопрос – безопасность. Вячеслав Федорищев дал поручение подготовить новые предложения по миграционной политике. В разных территориях, в разных муниципальных образованиях фиксируются случаи правонарушений по линии тех или иных направлений в данном вопросе. Мы принимаем меры, связанные с ограничением работы в некоторых сферах экономики. Вот эти решения будут приниматься и дальше, но здесь, как мы видим, необходим комплексный системный подход. Поэтому я прошу все силовые структуры во взаимодействии с нами подготовить дополнительные предложения. Мы их на следующей неделе обсудим и будем применять. Безопасность превыше всего. Когда мы видим неоднократное нарушение, мы обязаны реагировать соответственно обстановке. Традиционно в пятницу глава региона встретился и с предпринимателями. Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе рассмотрят возможность помочь реализовать инвестиционный проект строительства туристического кластера «Три в одном». Ретро-отель, ретро-кафе и музей старинных автомобилей. Мастерам декоративно-прикладного творчества помогут найти варианты организации точек продаж в сувенирных лавках. Вопросы благоустройства дворов и признания домов аварийными. Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Во время рабочей встречи рассматривались обращения, которые жители оставляли в комментариях в социальных сетях руководителя региона Вячеслава Федорищева, а также на других площадках. Какие решения были приняты, расскажем в сюжете. В Кировском районе Самары во дворе нескольких домов по улице Старозагора выполняют благоустройство территории. Жители дома номер 195 обратились к главе Самары с просьбой посодействовать в расширении проекта. Для этого необходимо убрать оставшиеся гаражи с целью дальнейшего преображения участка. Строение еще и находится на земле, которая относится к дому. Елена Лапушкина поручила выяснить законность установленных построек и убрать их, если они самовольные. А двор доблагоустроят уже в следующем году. По суду двигаемся, чтобы были все основания на снос. И в следующем году тогда... Мы договорились с Сергеем, у нас вот этот кусок остается сложный. Надо строить подпорную стенку и в принципе можно вынести здесь стоянку. Еще одно обращение поступило от жителей Самарского района. Они владельцы жилья в доме номер 61, дробь 63 по улице Куйбышева. Одна половина дома каменная, а второй этаж другой, деревянный. В 2022 году весь дом признали аварийным, но через суд жильцы каменной части это решение отменили. Но деревянная половина, как отмечают жильцы, для жилья непригодна. Как решить эту ситуацию обсуждали на приеме у главы города. Елена Лапушкина поручила изучить процедуру юридического разделения дома на два адреса, как и было ранее. Что упростит процедуру признания дома аварийным, не затрагивая интересов жителей другой половины. Мы с первым этажом поговорим, и от этого будет зависеть дальнейшее. Либо мы делимся, понимая, что кирпичный дом точно не будет признаваться аварийным, их все устраивает. Либо признавать уже целый дом аварийным, подлежащим реконструкции Светлуха. Также были вопросы, касающиеся взаимодействия с различными земельными участками в городской черте. Все материалы и сопутствующие поручения переданы профильным департаментам. Глава города будет контролировать исполнение поставленных задач. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Признать дом аварийным и переселить людей в безопасные квартиры попросили и жильцы дома 23 по улице Комсомольской. Они встретились с главой районной администрации и представителями прокуратуры. Стороны обсудили дальнейшие шаги по решению сложного вопроса. Подробнее Андрей Горгуленко. Все время следят за потолком и стенами. Так свою жизнь описывают жители дома номер 23, корпус 2 по улице Комсомольская. Один жилой корпус с этим же адресом уже признали аварийным и расселили. А вот их часть из-за бюрократических сложностей пока не признали аварийной. Поэтому жители обратились с просьбой посодействовать в решении этого вопроса. Дома они стоят, то есть даже не соприкасаются. Там метров 5, наверное, да, то есть забор один, как говорится, нас соединяет. В старом плане где-то, потом в жилсервис я пошла. В старый план они вроде бы как единый дом считаются. Я говорю, ну хорошо, если единый, но почему вы нас тогда... Не расселили? На место для встречи с жителями выехали глава Самарского района Роман Радюков и представители районной прокуратуры, чтобы оценить состояние дома. Как пояснил руководитель районной администрации, уже на протяжении месяца специализированная организация, которая должна была провести обследование строительных конструкций дома, в нарушении условий заключенного для этих целей муниципального контракта до сих пор к выполнению работ не приступила. Поэтому будет проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для определения угроз проживания в таких условиях. Мы проведем здесь комиссию по чрезвычайным ситуациям районную, опишут все те повреждения, все те угрозы и риски, которые жителям грозят. После этого будем, опять-таки, наставить на признание дома аварийным. Совместно с прокуратурой и Департаментом управления имущества районная администрация окажет жильцам содействие при их согласии в предоставлении им помещений, пригодных для проживания, где они смогут проживать в нормальных условиях до признания дома аварийным. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. В Самаре по профильному нацпроекту продолжают обновлять проезд Мальцево участок протяженностью 1300 метров. Сейчас рабочие укрепляют основания съездов к промышленным предприятиям. На объекте отремонтируют более десятка съездов. О том, как проходят работы, узнала Елизавета Прокопенкова. Проезд Мальцево от заводского шоссе до улицы Прожекторной продолжают приводить в порядок на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка составляет около 1400 метров. Покрытие проезжей части начали фрезеровать еще в первой декаде июля. Сейчас эти работы завершены. Частично смонтирован новый бордюр. Его замену продолжат. Дорога проходит через промышленную зону. Здесь следуют легковые автомобили, общественный транспорт и большегрузы, которые оказывают высокую нагрузку на проезжую часть, в том числе на въездах к предприятиям. На эти локации сейчас направлены основные усилия рабочих. В первую очередь подготовка съездов с основной дороги, подъезды ко всем складам, к мероприятиям, к заводам. Это новое строительство съездов, то есть усиление съездов для большегрузов в основном. Специалисты отмечают, что на этих локациях дорожное покрытие разрушилось. В некоторых местах отсутствовал асфальт. О дефектах дорожного полотна на проезде Мальцево говорят и сотрудники предприятий, и организации, которые ездят здесь почти каждый день. Здесь дорога, конечно, в принципе, такая довольно-таки сложная, неудобная. Она строилась в Тайцаре-Горохе еще. Соответственно, здесь очень много фирм, компаний, торгующих и производственных. Соответственно, к сравнению с тем временем, когда все это строилось, и поток транспорта очень сильно увеличился. Основание съездов устраивают по многослойной технологии. Вначале засыпают песок, проливают водой, уплотняют. Затем два слоя щебня. Все это тоже уплотняется. После этого укладывают крупнозернистый асфальтобетон. А финишный слой покрытия будет из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Общая толщина такого дорожного пирога – 59 см. В результате съезды будут надежными и крепкими. На всем объекте одновят более 10 таких локаций, которые, согласно кадастровым данным, относятся к уличной дорожной сети. Приведут в порядок и люки смотровых колодцев. Кроме того, благоустроят тротуары. Новое асфальтобетонное покрытие появится на участках с наибольшими разрушениями. В дальнейшем и проезжую часть подготовят к укладке дорожного полотна. Поскольку проезд Мальцева довольно узкий, рабочий трудится в стесненных условиях. По этой же причине в дневные часы движение затруднено. Периодически работу спецтехники приостанавливают и пропускают поток транспорта. Полностью дорогу решено не перекрывать для стабильного функционирования промышленных объектов, а также для комфортных их сотрудников и жителей окрестных домов. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Рабочая неделя подошла к концу. Пришло время выходных. Как жители Самары представляют себе идеальный летний отдых, в кругу семьи узнали наши корреспонденты. Первое, чтобы были деньги. Второе, это где-то за городом. И третье, ну все вместе, еще и собака у нас с собой. Все это так весело происходит. На зеленой травке, с продуктами свежими, желательно местными, самарскими. Вот как сегодня вышли, погуляли, сувениры приобрели. На детской площадке еще сходить надо. Это, наверное, где-то за Волгой, возможно, в каком-то красивом домике, красивом месте, чтобы рядом была река, чтобы можно было купаться, плавать, ну, жарить шашлык и прекрасно отдыхать. Я думаю, на Волге, на зелененьком где-нибудь, на песке. Конечно, в Самаре, Самара город-курорт, пройтись по старым нашим улочкам, заглянуть в кофейни, в рестораны, с дядей Степой поздороваться. Малыш любит дядю Степу. Ну, обережная, конечно, конечно, пляж. Ну, и можно быть до дачи доехать. Дача, потому что у нас рядом тоже с городом. Самое лучшее время именно как раз летом в Самаре провести. Поехать на природу всей семьей и покушать что-нибудь вкусненькое, может быть, пожарить мясо или нет. Как-то так. Может быть, за Волгу или куда-то вообще далеко от города. Большой семьей, с родителями, с мужем, с ребенком гуляем, отдыхаем на набережной или уезжаем куда-нибудь на природу, купаемся у бассейна. Летом готовить нужно не только сани, как гласит народная мудрость, но и запасы на зиму. В холодное время года особенно приятно согреваться чаем из трав. Для этого необязательно покупать травяной сбор, собрать и высушить растения можно самостоятельно. На полях и лугах Самарского региона есть немало растений, которые подходят для приготовления горячего напитка. Однако важно знать, какие травы можно собирать, какие у них есть полезные свойства и, наоборот, противопоказания. Во всех тонкостях подготовки травяного сбора разбиралась Полина Челюкова. Душица, Зверобой, Таволга и другие травы, которые растут в нашем крае, могут не только радовать глаз, но и зимой напоминать о лете. Ведь их можно сушить и заваривать из них вкусный, целебный и полезный чай. Сбором трав Виктор Исаев увлекается с раннего детства. Мужчина рассказывает, его родители передали ему традицию сбора лечебных растений, технику заготовки и использования. Сегодня Виктор – медицинский психолог, занимается вопросами психосоматики, использует натуральные средства оздоровления, в том числе фитотерапию. Кроме того, он собирает травы, чтобы заваривать из них чай. Например, одно из его любимых растений – таволговизолисная. Применяется не только в фармакологии, но и является украшением любого чайного сбора. Ее цветы и листья содержат в себе много веществ, которые препятствуют развитию инфекционных заболеваний. Она обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием, восстанавливает кожу, слизистую и сосуды. Найти таволгу можно там, где есть влага. В чай можно добавлять цветы, можно собирать ее листья. Листья можно и цветы просто сушить, можно их заферментировать. Тоже получается очень вкусно. Также их можно завялить, скрутить, так, чтобы лист потемнел, выступил сок. Дать созреть несколько часов, а потом высушить. Еще одно растение, которое каждый может найти в поле или на лугу – зверобой. Сейчас эта трава уже оцветает, но при желании ее еще можно успеть собрать, чтобы добавлять в чайные травяные сборы. Удивительное свойство у него такое. Он усиливает действие других трав и сам обладает хорошим противовоспалительным, общеукрепляющим действием. Растение обладает достаточно сильной гормональной активностью. И людям, у которых гормональный фон неустойчивый в силу возрастных изменений или же статуса здоровья, применять зверобой следует с осторожностью. Если зверобой уже оцветает, то собирать душицу сейчас самый сезон. Эта красивая ароматная трава знакома многим. Она и вкусная, и полезная, обладает успокаивающим действием, благотворно для органов пищеварения. Однако душицу не рекомендуют употреблять беременным. А вот растение, которое практически не имеет противопоказаний – репешок. Оно подходит и взрослым, и детям, и мужчинам, и женщинам. Репешок оздоравливает весь организм. Можно добавлять в сбор или заваривать самостоятельно. Он готов к сбору еще в июне. Важно отметить, что принцип сбора растений такой – собирать необходимую ту часть растения, где сейчас находится фокус жизненной силы. Например, у репешка он сейчас в цветах. Но так как растение заинтересовано в том, чтобы оставить потомство, фокус перемещается в плоды. Растет везде, в лугах. И можно собирать и листья, и цветы, и плоды. Растения для чайного сбора можно найти не только в дикой природе, но и на дачном участке. Вкусный чай получается из молодых побегов фруктовых деревьев. Готовить растения для дальнейшего заваривания тоже надо правильно. Сам по себе лист будет высушен, заварен. Он не такой вкусный. Но есть волшебный процесс ферментации, который позволяет раскрыть аромат и получить максимальную пользу из всех веществ, которые спрятаны в клетке, в живой клетке этого растения. Для этого клетку нужно, увы, разрушить. Это делается механически. Ее можно скрутить, смять. Тогда выступит сок, и начнется процесс ферментации. Есть и более легкий способ подготовки. Нужно заморозить лист или траву в холодильнике. Кристаллы льда разорвут клеточную оболочку, и содержимое листа станет доступно для ферментов микроорганизмов, живущих на поверхности листа. После того, как лист затвердеет, его необходимо достать из морозильника и при комнатной температуре дать сырью согреться. Далее нужно подождать несколько часов, пока лист не заблагоухает. Важно собирать только те растения, которые вы знаете, потому что среди незнакомых могут оказаться ядовитые. Точно выясняйте и определяйте, что вы собираете и принимаете в пищу. Полина Челюкова, Валерий Майоров, События. Окрошка – самое популярное блюдо, которым можно охладиться в жару. Классический рецепт включает в себя отварное мясо или докторскую колбасу, огурцы, картофель, яйца, зелень и приправы. Заправки могут быть разными, но главные конкуренты – это квас и кефир. Однако мало кто знает, что в качестве основного ингредиента можно использовать рыбу. Как приготовить окрошку по-волжски узнала Ксения Баканова. Огурцы, зелень, редис, вареная колбаса или отварное мясо – все это стандартные ингредиенты для приготовления окрошки. Обычно ее готовят на основе кваса, минеральной воды или кефира. А что будет, если в окрошку добавить рыбу? Я ее подготовил уже. Здесь у нас головы, хвосты и прочие остатки. Здесь филе, которое нам тоже пригодится. Огурцы двух видов – обычные и малосольные. Редис можно заменить на редьку. В классическом рецепте была редька. Огуречный рассол, лук, яйца отварные и зелень. Чем больше, тем лучше. Окрошка без зелени не бывает. Название блюда происходит от слова «крошить». Овощи мелко нарезаются и заливаются жидкостью. Окрошку подают исключительно холодной. Используем мы сегодня рыбу, потому что живем на Великой Русской реке. Рыба у нас всегда есть в достатке. Но это еще вкусно и полезно. У нас сегодня щука и судак. Сначала варится рыбный бульон. Не забываем про репчатый лук, морковь и специи. Они придадут блюду насыщенный вкус и аромат. Ждем закипание. Закипит. Снимаем обязательно пену. Варим 20 минут. 30 максимум. Рыба готовится очень быстро. Добавляется огуречный рассол. Овощи и зелень мелко нарезаются. Очень важный момент наступает у нас. Мы делаем такую подготовку для окрошки, для ее ароматизации. В некоторых регионах эта штука называется затеруха. Нам понадобится пара яичных желтков. Не забудем положить хрен и горчицу. Все это тщательно перемешивается. И сюда же мы сейчас зеленуху. И вот здесь, наверное, уместно на этот лук дать немного соли, чтобы раскрыть этот аромат именно зеленого лука. Яйца нарезаются мелким кубиком, а бульон процеживается. Пришло время рыбы. Филе разделяется на кусочки и отваривается. Бульон закипел. Смело отправляем туда рыбу. Он соленый, со специями. Сейчас он рыбке придаст необходимый вкус, аромат. У окрошки есть свои секреты подачи. Для этого ту затеруху, которую мы делали, мы сейчас должны разбавить уже остывшим бульоном, чтобы наши вкусы все перемешались. Добавляем сначала немного, потому что потом будет трудно перемешать. В тарелку выкладывается смесь из овощей. Сверху немного затирухи. Ну а теперь немного остывшего бульона и холодный квас по вкусу. Приятного аппетита! Ксения Баканова, Валерий Майоров, Константин Головин. События. В Самаре проходят всероссийские соревнования по велоспорту, посвященные выдающемуся тренеру СССР Владимиру Петрову. Состязания собрали лучших гонщиков со всей страны. Наша съемочная группа побывала на месте. Среди участников соревнований по велоспорту – сестры Ульяна и Валентина. Они представляют разные города – Тюмени, Санкт-Петербург. Девушки прибыли на всероссийские соревнования впервые и уже испытали свои силы в индивидуальных заездах. Позже сестры поборются за место в групповых гонках, что станет для них еще одним шагом на пути к успеху в новом виде спорта. Ведь ранее они показывали свои силы в триатлоне. Было тяжеловато, конечно. Мне кажется, я могла проехать гораздо лучше. Я первый раз на такой траще езжу. Как бы непривычно. Потому что до этого в основном разделку ездили вот именно на прямом шоссе. И, возможно, где-то были подъемы, спуски. А тут больше не понравится биатлонную трассу. Сессию подготовки и моральной поддержки сестер обеспечивает их отец, который является их тренером. Он принял решение привезти девочек на эти соревнования, чтобы расширить горизонты и дать возможность реализовать свой потенциал в велоспорте. Самая основная задача – это здоровье детей. Занимаемся развитием детей, как и все тренеры по велоспорту, по триатлону. Это и бассейн, и зимой бег, и велосипед, велостанок, тренажерный зал. В этом году всероссийские соревнования имени выдающегося тренера СССР Владимира Петрова проходят в шестой раз. В них участвует около 300 человек в возрасте 15-16 лет. Приезжают все с удовольствием, потому что мы в центре России, не надо никуда ездить далеко. География от Санкт-Петербурга до Иркутска. Здесь все они приехали и находятся здесь и соревнуются. Велоспорт – это не такой легкий спорт, как кажется, что ты едешь просто на велосипеде и кручешь педали. Нет. Есть гора, где надо четко отрабатывать въезд в гору и тому подобное. Соревнования продлятся три дня, в течение которых юные спортсмены примут участие в различных дисциплинах и получат свои заветные медали. Августина Охременко, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Мошенники не могут завладеть чужой квартирой на госуслугах. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. По данным Минцифры, можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности. Заявление подписывается в приложении «Госключ». Решение о регистрации недвижимости принимает Росреестр после тщательной проверки оснований. Подделать электронную подпись в приложении «Госключ» или воспользоваться чужой подписью невозможно. Воспользоваться «Госключом» может только владелец электронной подписи на своем устройстве, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести Створянской». Жители Самарской области предупреждают о наказании за проникновение на военные объекты. Правоохранители просят граждан не нарушать пропускной режим, обращать внимание на ограничительные знаки запрещенных для посещения зон войсковых частей и быть внимательнее при сокращении пути следования или во время прогулок по незнакомым местам. За самовольное проникновение на охраняемые объекты вооруженных сил предусмотрен штраф от 75 до 200 тысяч рублей, передает телеграм-канал Октябрьского района. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки обращается в своем телеграм-канале к любителям потрудиться летом на даче. Длительная работа на участках в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой, недопустима. Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизнепоследствиям. Чтобы дача приносила только радость, не выходите на участок в самые жаркие часы. Делайте перерывы в работе каждые 30 минут. Используйте специальную скамеечку для садовых работ. Пейте воду. Следите за своим самочувствием. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин